Максим Техтер Геннадьевич жил в Мариуполе, поселок Мирний, вблизи завода Ильича. Если возвратиться к этому, то есть они приехали, сняли координаты и потом по этому дому нанесли удар, получается, из этих грантов или из чего? Нет. Изначально ночью машины колесили по всему поселку, на утро, как правило, в 7.00 начинался обстрел. И обстрел именно со стороны Украины? Со стороны Украины, да. Вот с позиции там, где мы знали, где стоит Украина, примерно с оттуда вы и прилетали. Непосредственно на других поселках можно, ну, это то, что я видел носитель точки У, я никогда в жизни не думал, что я его увижу, но на носителе написано самое лучшее детел. Ну и вот сейчас. То есть вот эту вот трехколесную установку точку У ты лично видел? Нет, 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 именно носитель, а ракета улетела дальше. А ракета улетает дальше, да. То есть ты сам лично видел? Да, 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 она лежит на Курчатово, тоже на детской площадке, вот она просто вот так упала. То есть упала и там написано, что все лучшее детел. Да. А когда это было? Ой, я ее видел, наверное, полторы недели назад. Ну там уже войска ДНР, ну, я у военных поинтересовался, что это такое, ну, они не объяснили, что это именно носитель точки У, а ракета улетела, получается, куда-то на восточный или в район левого берега, если вот так смотреть, как лежит этот носитель, она улетела дальше. Ну, и было заряжено кассетными снарядами. Было несколько взрывов. Это военные сказали? Да. Ты еще раз сказал о том, как, оказывается, ориентировали в школах детей. Расскажи подробнее, что они предлагали, что говорили? Они, как можно сказать, и не заставляли, ну, и хорошо намекали, что мужчины после 11 класса, кто хочет, ну, или там после училища, шли служить в АЗОВ. Зарплата хорошая, снаряжение наилучшее, поскольку спонсируется Америка. Они в открытую-то говорили, спонсируются Америка. И не только вот АЗОВ приходил, приходил еще в правый сектор, по-моему, да, в правый сектор. А правый сектор что говорил? Правый сектор говорил то, что, ну, мы, как Носгвардия, будем патрулировать их органы. Ну, зарплата также самая хорошая, вооружение хорошее, вы проходите боевую подготовку полностью. Называли нам, сколько мы получим за контракт, за полтора года, за два года, за три. Самый наивысший контракт, я не помню, может, да, по-моему, три не было выше. Три года, да? Ну, вроде бы, да. Самое интересное. А скажи, визуал ли ты, как АЗОВцы стреляли по мирным гражданам, там, стрелкового оружия или танков? Я наслышал на поселке, вот, у нас на Мирном, в Царстве Небесном, этому мужчине, вот этот вот, как... На начало войны это был прикол, поляныться, вот этот вот. Ну, и, получается, АЗОВ решили, ну, по коментарскому времени, получается, шли шесть мужчин. Ну, АЗОВ остановили, поскольку патрулировали. Сказали, скажи, хлеб или каравай на украинском. Он сказал, поляныться, а солдату послышалось полуныться. И сразу же четыре пули влетело в солдаты, ой, солдата, в этого мирного жителя. И он похоронен сейчас на Мирном, возле своего дома, похоронен. Ну, а что-то еще подобное? Мы слышим, когда ездил, получаете, гуманитарную помощь на метрах, разговаривал с людьми. Они говорят, ну, проспект Бахчеванши, получается, и там рынок Бахчеванши, центр города, можно считать, приморский район. Когда еще в ДНР российские войска не зашли, просто едят там, вот так, по проспекту, туда многоэтажку, туда многоэтажку, без разума.